приветствую вас мои родные любимые христолюбцы братья сестры во христе всем желаю радости и веселье в господи всем желаю возрастать в благости и в познании господа нашего иисуса христа всущего над всем благого и неизменного условия своем творце и создатели нашим который есть любовь пришедший в последнее время во плоти и открывший явивший нам свое имя имя отца внутренность сущность свою который есть любовь который вил на кресте да и всеми благодеяниями от создания сотворения мироздания нас частности и в последнее время ходя своими святыми ногами по земле благотворя всем и вся и даже отдавши добровольно жизнь свою для того чтобы такой тупой как я услышав это это весть эту историю реальную историческое события покаялся стал творить дела соответствующие покаянию уверовал и подвязался возрастал усовершался возделывался взращивался строился сколько слов писания символических господа нашего иисуса христа опыта готовил себя красивые прекрасные его невесты ну а что имя то божество и что сам он бог он конечно же явил нам своим воскресением ибо жизнь самом себе имеет только бог бессмертие так что вот так вот так что христос посреди нас есть был есть и будет он бог нас от этого радость наша совершенная христиан а христолюбцев так и вообще ибо христолюбцы любят бога и из любви к нему исполняет его единственную святую заповедь которая хоть и раздвояется на самом деле она дна это упование на бога и любовь к ближнему я на христолюбе запишу ролик с таким скрином с таким изображением надо просто понять что вот очень хороший образ господь положил природные ну чтобы через видимый мир познавали невидимый что вера от упования она неразделима как ты отдашь сегодня пол зарплаты на дела милосердия любви ближнему если ты все время дрищи что у тебя завтра там машина сломается я приболею ты так и будешь себе собирать сокровища на земле только тот кто уповает на бога что он его не оставит и накормит и напоит и исцелит и защитит и научит ему тогда ничего не надо именно упование этот корень который под землей потому что вера я уверовал это семечко во христа да и получил то семечко бросил на добрую землю сердце своего но дальше то что семечко растет сначала вниз ровно столько сколько-то уповаешь ровно столько сколько ты у тебя миска стоит на столе любовь будет ровно столько сколько ты воздержишься ты половину раздержался отдал вот твоя любовь поэтому мера любви измеряется меры воздержания меры долготерпения как ты что-то сделать любовь это что-то отдать и отдать не лишнее когда тебя уже тошнит от этой тарелки а когда тебе хочется вот и половину отдал а может быть потом и не половину сначала десятину в десятиночку потом девятиночку потом восьмерчик потом половина то есть раз половина до грубо начал я знаю есть учение на десятой части начинать ну и это хорошо начните хоть с десятины закончите надо телом своим и всем имением вот она новый новый завет не в десятине это все ветхозаветчина отдай все отдавай все что у тебя есть тебя короткая жизнь чтобы возрасти возраст мужа а точнее невест христовый возраст пол по образу христа и на и ибо ибо полувозрелый на неполувозрелых не женится это в мире называется извращениями надо созреть вырасти а я к чему хотел этот ролик вот все дождик идет тот и так с собой получился но я все-таки решил записать и хочу вам просто подытожить вот те три вещи о которых я сказал да вы как бы помните этих апостоле вот так вот сделаем топ микрофончик прикрепим сюда вот эти как бы вот кто такие действительно проповедники действительно не проповедники даже это вот именно есть пресвитер и мы есть наставники учителями их там лишь может хотя раз поскала не называйте не учителями наставники не отца и вот именно в принципе мы все друг друга наставники все друг другу чем мы братья он сказал Ну, уж если уж на то пошлось, уж можно кого-то назвать наставником, пресвитером, учителем, старшим. Вот именно тот, кто будет напоминать заповедь Иисуса Христа. Кто заколебался там, веря вдруг во Христа. Конечно, его можно и словами пророков ему сказать, ну, ты посмотри, от начала это тебе не какой-то... Мухаммед пришел ниоткуда, неизвестно, с неба свалился. Вот Христос действительно сошел с небес, но только об нем от начала это было известно, и все его ждали. А откуда он взялся-то? Вот мы слова пророка, а Мухаммеде какие-то найдешь слова пророков? Нет никаких слов пророка, никто его не ждал, не гадал. А Иисуса Христа ждало все человечество. Потому что это мессианство ждали язычники, ибо обетование было дано и Адаму, и Ною. То есть это распространялось все равно, и среди уже не евреев. Бог это все оставлял, поэтому все ждут, как и сейчас ждут, все ждут мессии нового. Но это уже будет анти-мессии, потому что мы своего мессии дождались. Поэтому нам новые пророки не нужны. И слова новых пророков мы никому не напоминаем. Там пророк, ты смотрел, там ролик, там какие пророки иных языков и прочей ерунды. Все, слова прежде бывших должны вчитываться в каждое слово. Я, конечно, всех предупреждаю, что надо осмысленно и с рассуждением вчитываться в каждое слово синодального перевода. Но стараться надо, конечно, вдумать. Просто потом надо что-то перепроверять, не упираться никогда в одно слово-то. Сам прошел, это можно порешить. Упираешься, оказывается, этого и слова там не было, отродясь. Это да, это надо пересмотреть, изучить всегда, постараться. Кто-то тебе говорит, если рассказывает. Конечно, мы для этого друг дружке и помогаем. Это вот важный момент. Поэтому, конечно, это делать не в каких учителях. Мы все так должны. Друг другу помогают. Вот я, я что, от вас скрываю истину? Помните, как Павел хорошо сказал? Говорите истину друг другу. Вы члены друг друга, ибо вы члены одного тела. Мы же с радостью делимся. У нас не тайные учения, а то там все у кривославных. Все у них тайными покрыто там. Таинство, тайная вечер. Где она? Кто ее тайной называл? Никто не называл. Это прощальный ужин со учениками. Ученик сам в конце этого прощального ужина свидетельствует. Вот, Господи, наконец-то. Впервые ты никаких притчей, тайной не говоришь. А все явно говоришь. Все куда ни тыкни. Все противоположно этим учениям человеческим. Я хотел подытожить просто. Ну, клеить не стал, потому что сейчас меня опять понесет. Я опять наговорю на полчаса. Там и так часовой получился. А вывод такой хотел сказать. Потому что там как-то чувствовал, не закончил. Смысл опять простой. Павел, Петр, давай вот эти образы. Три образа лжеучителей, лжепророков и наглых ругателей. Вы заметили. Опять куда бьет любой лжеучитель. И наоборот. Любой брат, настоящий сестра. Будут тебе что делать? Укреплять вере в надежде и любви. И лжеучитель будет, наоборот, всячески подрезать тебе веру, надежду и любовь. Только там, ну, там правильно, что поменены местами. Ну, сам Павел, так вы помните, говорит, вера, надежда, любовь. Мы сейчас просто... А у Петра идет по контексту. Вы помните, то есть первый, кто будет убивать, это веру сначала подкосить. В Иисуса Христа, пришедшего во плоти, искупившего мои грехи. И если это не получается, будет от любви отрезать, в похоти и в разрат соблазняя. И сами своим... Любостяжание, это, конечно, не только денег, это я так сказал. Потому что ты посредством денег у нас все получаешь удовольствие. Любостяжание, это любовь к стяжанию всего. Это мне надо, это, и все побольше, побольше, побольше. Любостяжание. То есть вот эта дырка, черная дырка, я всем сравниваю с космосом, у которой у нас есть известный земной образ. Я говорю, Бог мир создал, чтобы мы познавали невидимое. Видимый мир создал, чтобы мы на него глядя, познавали невидимое. И вот эта дырка на месте сопастыря Христова будет вас учить точно таком же. Он сам дырка, любостяжание. В нем самом любви нет, ибо он все в себя тянет, как эта черная дыра. Любостяжание. Он и будет льстивыми, но пустыми словами, ну льстить вам. И учить тому же, похоти и разврату. Соответственно, чтобы удовлетворить эти похоти и разврата, и эгоизм, нужно будет тоже бабло. А часть этим баблом нужно поделиться. Но кто занимался сетевыми всеми этими вещами, знает, что в их дни заниматься чем-то выше на пирамиде, тем лучше. То ты сам батратишь, а то на тебя. Ты по 10% нашел, ты уже можешь не работать, тебе 100% платят. А 20-х ты сверх заработки имеешь. Человек может только заработать в том, сколько он руками заработал, грубо говоря. Вот вам, пожалуйста, критерии опять простоты. В три вещи вас будут бить. В веру, в любовь и надежду. Надежду, вы помните, они потом начали уже это не могут убить, будет кричать. Ну и где тогда доказательства вашей веры? Христос-то умер. Ну они там видели, хорошо. Он им пришел. Потому что образ, они будут хулить, как он говорит, где его пришествие, это все равно, что воскресенье хулить. Это идет параллельный момент. Потому что если он что-то для апостолов, вы помните, им же тоже не верили в воскресенье. Павел приходит в Ариапах, доходит до воскресенья и говорит, О, родной, это ты нам что-то в уши тут влагаешь, не то, что нам нужно. Иди и послушаем тебя в другой раз. Мы сказки любим, конечно, что-то сегодня устали. Это же есть, это то же самое. Какая разница? Нам сейчас уже будут вменять, что мы, где пришествие его. Потому что он тоже обещал, все гряду. Вот-вот. Не успеете до края земли дойти. Уже вон Евангелие везде проповедано. Уже везде моры, глады, землетрясения. И где же его пришествие? Потому что пришествие, Господь воскрес, если бы он не пришел к апостолу, никто бы не знал, что он воскрес. Он воскрес и посетил всех, являлся ученикам. Это и есть для каждого из нас пришествие. Но будет всеобщее. Вот именно это пришествие, чего и явление, доказательство, что он жив. Он воскрес после смерти. Это же есть доказательство жизни. То есть бить будут в три вещи. Веру, надежду и любовь. Вот кто такие. Вот истина, в которой мы стоим, как Петр сначала говорит. Там нет никаких тайн. У них всегда в одном послании все есть. Можно взять одно послание и спасаться. Можно взять Евангелие и спасаться. Они, в принципе, достаточно закончены все. Он же вначале сказал, в чем смысл бытия. Я раб и апостол Иисуса Христа, так-то вы причащаетесь к божескому естеству и усовершаетесь в познании Господа, веру и действующей любовью. Все. Поэтому и желаю вам возрастать в познании Господа Иисуса Христа делами любви к ближнему, естественно. Все. Он это говорит. И в серединку его послания, второе, конечно же, оно посвящено тем, но у них всегда под конец, так и Господь, так и Евангелие по этой схеме построено. Сначала вера, потом после веры причащение Богу, а это уподобление Бога, это любовью. Бог не вера, а любовь. Богу уподобляемся, соединяемся. Мы не веруем с Ним, но веруем и прилепляемся, прививаемся, но плоды мы даем делами любви. Да, ты привился, ну хорошо, дальше что? Не будешь плода приносить, Бог тебя срубит, как Он сказал. Кому нужны пустые ветки? Вот я, огородник. Зачем мне куст, который ничего не дает? Зачем мне ветка, которая ничего не дает? Я ее выкипал и выкинул. Если нет плода, а плоды это любви, любовь, радость, мир ты должен приносить. А если ты не любовен, если ты не радостен, если ты не мирен, не долготерпелив, не воздержан, не милосерден, Господь тебя отрубит и выкинет в бездну кромешную. Вот какой образ. Опять очень простой, я вот не подытожил там. Все. Они вот это сейчас 2000 лет навалят на вас, преданиях человеческих, и относительно них вас судят по плоти. Вы вот это не делаете, вы еретики. Да мне оно упало это делать. Я в любви, ты меня в любви укоришь, что я не люблю. А что я уповаю, да тебе вообще до этого дела не должно быть. Упование это личное дело каждого перед Богом. Ну, опять же, я вам говорю, что упование от любви, это две вещи, которые разорвать невозможно. Ну, как ты будешь уповать? У тебя миска стоит на столе. Ты думаешь, ой, я сейчас не съем, я же не выполню норму витаминов, минералов, кальция, и мне будет плохо, я буду болеть. Да тот, кто уповает на Бог, что не в минералах делай, не в витаминах. Он и пол тарелки, и всю тарелку ему отдаст, и поголодает. Денек еще, оказывается, голодание здоровье приносит. Кто уповает на Бога, тот будет, чем больше ты возрастаешь в уповании и надежде на Бога, во всем. В пище, в питье, как в вине, в радости, что он тебе Бог даст, а не в печальке. В защите, в исцелении, в знании. Все, образ родителей, образ Отца Небесного. Если человек уповает на это, ему ничего не надо. Он тогда себе ничего не собирает, ему все подает Бог. Он все, как Христос, принимает силу от Бога. Из пустыни вышел и силою Божью творит дела любви. Но поначалу все мы начинаем с своей. А в оконцовке приходит, что мы с силой Божьей можем и хлеб преломить, как это делали апостолы. И воду в вино притворить, то есть людей обрадовать просто своим видом, просто своим словом. У тебя нет ничего, Павел говорит, а мы всем обладаем. У нас нет ничего, а мы всех делаем счастливыми. У тебя, оказывается, нет ничего, а оказывается, ты всем обладаешь. Как это? Это Бог, потому что тебе все дает. Он тебе дает тогда, когда нужно. Ты силой Божьей все лечишь человека. Он там пыхтит 6 лет в медицинском и никого вылечить не может. А ты руки возложил, сказал Господи, если есть воля Твоя благая, если ему это на пользу, здоровье. А то мы тоже все здоровье просим, а потом все в свою похоть превращаем всю жизнь. И делается последнее хуже первого. Да лучше бы он лежал всю жизнь. Поэтому мера любви, мера возрастания в любви, и средства, и условия возрастания в любви, зависит от условия, от какого? От меры твоего упования на Бога. Со мной все время спорят, что я там не лечусь, еще что-то, мясо не ем, мне не хватает ничего, рыбу не ем, молоко не пью. Да потому что я в Бога верую, в сущего Творца, который бытие, это всего лишь его логоса. Как я сплю и вижу сны, и что хочу в них, то и творю. И горы переставляю, и моря раздвигаю. Вот так и Бог. Это его сон. Для него это помыслить и все. И причем он сделает это даже для меня. Он для Езеки землю назад повернул, вспять она двигалась. Он для Иисуса, наверное, солнце, землю остановил. Солнце он не остановил, и без земля вокруг солнца крутится, вокруг своей оси. Относительно солнца. Да надо будет, он для меня чудо. Он меня куполом покроет, у всех будет. Все, подохнет на огороде, а у меня будет тут драйский сад. Я верю в это. У всех будет колорадский жук, а я не травлю, я тружусь. Зачем мне эти изобретения человеческие? Мне это не надо. Он мне будет, вот тучку пошлет, и все, и будет она вот тут вот. Ничего не погорит, закроет солнышко для меня. Я в это верю, пусть я дурак. Но я верю, я уповаю на Бога. Я все раздаю. Что я себе? На дом за 70 тысяч не мог насобирать. За всю жизнь. Просто у меня нет ничего, я ничего не собираю. Ситуация подошла, я скитаюсь, да. Я такой образ жизни выбрал. Павел скитался. У Господь, если я сказал, у него не было где угла преклонить. У него как бы своего угла не было. Я обратился, и то, что мне дом нужен, я его потом отдам кому-нибудь. Такой же нуждающейся семье, многодетной, или еще, ну или продам, и деньги отдам на куда-нибудь. Так что, кто мне помогал, знают, я надеюсь, что деньги все равно пойдут на благо. Мне они не нужны. Ну, так ситуация сложилась, хозяин стал настаивать на этой продаже. Мне тут вроде ничего. Я обратился сам к Божьим промыслам. Увидел любовь, увидел Божье благословение в этом. Не собрал бы, вот и все. Поехал бы дальше скитаться. Вот. Но тут пока в тишине и спокойствии я болею. И могу вот словом послужить. Интернет есть здесь. Компьютер, все эти дела у меня есть. Кусок хлеба в рот есть. Стараюсь сам своими трудами себя своим огородом кормить. В магазине смеются надо мной. Я три года и три года еду там. То хаву куплю, то там соль, то сахар. Ну, что это такое, мелочь какую-то. Они говорят, ты чем питаешься? Люди нормально там по два мешка выносят все время всякой ерунды. А у меня все свое. Вот, что есть, тем и питаюсь. Что растет. Сейчас вот идут кабачки. Я и ем кабачки. Огурцы пошли, я ем кабачки. Я не строю никаких теплиц, ничего. Зачем мне? Что это за похоть? Когда Бог дал, тогда она вырастет. И тогда съем. Вот пораньше. Да ты и от них потом блевать затянет еще. Наешься еще. Всему свое время. Вот кто такие лжеучителя. Вот кто такие волки. И вот кто такие пастушки-собаки. Верные друзья. Собака-друг человека. Вот эти божьи пастушечьи верные друзья, ибо он сын человеческий. Вот этого человека, верные друзья, это те, кто вам напоминает заповедь Иисуса Христа. Она одна. Но она без упования невозможна. Не будешь ты любить ближнего, ничего ты от себя не оторвешь, если ты на Бог не уповаешь. Заповедь одна. Любите друг друга. Он и сказал, в Матфея хорошо два образа совершенства, в котором мы возрастать должны. Мы не рождаемся совершенными. Придумали веру, я спасся. А где эти совершенства? Уподобятся, как там у юноши книжники, там в разных синаптических по-разному сказано. И этому, кому там я уже забыл. Сказано, что пойди продай все и следуй за мной. Он не напоминал юноши заповеди, четыре заповеди. Да Бог у тебя один, не будь ты богов. Он не уповал на Бога. Ну, перечислил уж так, говорит, иди маму, папу почитай и не отнимай ни у кого ничего. Он говорит, о, я все исполнил. Какой герой? Он ему говорит, хочешь быть совершенным, продай все. Уповай целиком на Бога. Не оставь себе за душой никакой надежды. Делать сейчас даже не в материальное, а в самом чувстве своем, что ты уповаешь. Да пусть ты там что-то есть. У меня вот счет есть, там копейки я все им держу. Ну, чтобы совсем не ходить, клянчить завтра порублю. Майдс там 10-20 тысяч. И слава Богу, 10-20-30. Сколько там идет? Миллионы я не собираю. Мне не надо это. Так что вот так вот. Вот, все очень просто. Поэтому очень простое учение наше христианское. Основу этого христианства вера, надежда и любовь. Я уверовал во Христа и в сущу над всем благого Бога, который есть любовь, поэтому я уверовал во Христа и в любовь. Я, соответственно, если в это уверовал, я так и живу, ибо возрасти я могу только любовью и уже верою, упованием. Уже для христианина слово вера перерождается в другое слово. Оно из семечка превращается в растение. Это растение взращивается делами любви и упования на Бога. Причем эти вещи, в принципе, взаимные. Потому что Павел говорит о том, что я все раздам и тело отдам даже. То есть все внешнее, даже как бы внутреннее тело, это как бы мое. Но если не ради любви, то это не имеет никакой пользы мне от этого, и нет никакого в этом смысла. Поэтому я и говорю, что вера с упованием тоже. Я не просто так верую и уповаю. Я это делаю только то, чтобы дела любви сотворить. Я от себя отрываю кому-то, отдаю. А не отрываю. Мне дали 10 тысяч зарплаты, я пошел ее в землю закопал. Да что за бред? Да Бог, не это нужно тебе, не такой тебе Бог. К монаше, что никакому дебильному этому Бог не призывал в землю закапывать сокровища. Ты этими сокровищами послужи. Дары тебе Бог дает, чтобы ты служил другому. Принцип очень простой. Дары не чтоб ты закапывал. Господь сказал, если ты закопаешь эти дары, я с тебя спрошу. Ты, говорит, почему их не приумножил? Дарами я свои плоды возделываю. Дары это инструменты вокруг будут плясать этого растеница. Это удобрение, как угодно образы именно назовите. Бог тебе дары дает, чтобы служить ближнему. Павел хорошо раскрывает в церкви, когда там это говорит-то, в Коринфянами. Каким дал Бог даром? Им служи для назидания, для пользы, для радости, то есть для дел любви. Взращивай в себе это древо жизни, который есть Иисус Христос. А Он тебе даст и радость, и мир, и все на свете. Бог есть источник всякой благости. Он есть сама эта благость. Эта благость, в ней возрастаем. Вы же помните, как Петром закончили. Возрастайте в благости, в счастье. Возрастайте в счастье, в благости, чем познанием. Ну, а познание, это, во-первых, слово соединение означает. Со Христом библейской знать соединиться. Адам познал Еву. Но это делами любви. Ибо пребывающий в любви в Боге пребывает. И Бог в нем. Фраза-то, заметьте, и мы в Боге, и Бог в нас. Сказано не просто так. Поэтому, вот, пожалуйста, все вокруг я как раз показываю, что если внимательно читать, блин, это просто-просто много разных слов. Говорят они все время об одном. Человек, ты тварь. Ты сотворен. Потому что люди, не верующие, как бы вообще в Бога там, в какого-то, уподобляются, как нам сказано в Псалтире, сказал безумец сердца своем. Нет, Бог, ты безумный человек. Как это нет Бога? Ты тварь. Ты не творец. Ты не создатель. Ты не сущий. Ты не Бог. В принципе, сущий и Бог – это слова одни и те же. Потому что сущий и егава – это же е. Егава – это есть сущие слова. Поэтому, а егава – есть Бог. По сути, тоже наговорим тысячу слов. Бог – это уже, значит, сущие. Это уже, значит, истина. Это бессмертие. Это бытие. Это Бог. А Бог – это личность. Ибо мы уж, если чувствуем себя личностями, тем более тот, по образу которого мы созданы. Вот все. Поэтому кто-то, кто будет, и вот любовь, все. И последнее – это надежда и упование. Образ воскресения. Что мне лечиться, если Бог воскрес? Если Он такие чудеса показывал. Он – Создатель всего. Значит, то, что со мной сейчас происходит – абсолютно Его благая воля. Мне это для чего-то нужно. Для укрепления веры. Авраам шел. С какой целью убивать сына, Бог ему сказал? Но он пошел. Он идет и делает то, что у него. Ну что, сердце не разрывалось? Разрывалось. Он его сто лет ждал. Он верит, уповает и любит. И не смущается ничем. Что он сына не любит? Любит. В Бога не верует? Верует. Уповал на Него? Уповал, что он может воскресить Его. Помнить, как апостол раскрывает. Как бы, не знаю, Духом Святым, что Авраам так думал. Ну, наверное, так. Ибо обетование еще от Адама шло. Что, да, Бог есть, Бог и жизнь. Ну, вот так вот. Вот так я вроде все сказал. Вера, надежда, любовь – это везде. Я говорю, хоть ты там как выкручивай. Апостолы не могли ничему другому учить. И мы не можем ничему другому учить. Сколько понапридумают фигни. Понапридумают, потом эту в каждую фигню раздувают. Какие-то молитвы. Тысячу видов молитв. По каждой молитве у такой книжечки напишут. По усопшим, по живым, по Иисусовой, по Криисусовой. Да нет этого нигде ничего. Есть вера, действующая любовью к живым, к живым. А не к мертвым. Мертвым от тебя ничего не надо. Прах и в прах возвратился. Это вообще даже, причем это даже не тело, а одежда. Чего непонятного в христианстве. И вот создали разделение. Вот кто разделяет, прочитайте Коринфянам. Я вам показал эту красоту. Евреев, Якова послание к евреям, к Якову. Это вот к неверующим, так скажем, законникам, которые думают, что Богу что-то нужно. Создают эти культы. Прям к культовикам чистой воды. И потом прочитайте его, да, к римлянам, к Петра. Поймете, как, вроде как, куверовавшим ревнителям культа. И заканчивается это Галатым. И отлепитесь от всего этого после этого прочтения. И начните с Коринфяны. К церкви свободе. В свободе, стойте, братья, к галатам закончится. И вы поймете, какая это свобода. И начните читать Коринфянам. Что такое настоящая церковь Христова. А не помесь культа с учением. Все это отваливается человек. Человек, который сидит на двух стульях, не сидит ни на дном. Нельзя служить Богу и мамоне. Ну, я в храм хожу, да. Ну, это капище, но я хожу. Ты в капище ходишь, в сатанинское. Говорят, что иудеи, то есть христиане, исполняют ревнители заповедей. Да нет, это сборище сатанинское. Там слово стоит синагога. Вот вы и ходите в синагогу. Храм тела твоего. Все. А вы ходите в капище или в синагоге. Куда вы там ходите? Вы ни в какие храмы не ходите. Вот и стойте в свободе. И начните читать Коринфянам. Это свобода в любви. И Коринфянам послание начинается с первого учения Павла, четыре главы о разделении. Я Павлов, я Киевов, я Аполосов. Я, говорит, что ли, кого крестил? Я, что ли, за тебя что, говорит, Павел, что ли, распялся? Или Аполос? Или ты в Павла крестился? Говорит, слава Богу, я никого не крестил. Ну, крестил, говорит, но слава Богу, вроде они с головой оказались. Кто в культе еще пребывает, хоть одной ногой, хоть, как Господь сказал, омытому надо ноги омыть. Если вы хоть как-то омылись-то христовым словом, то есть ноги хоть выдерните оттуда, последний. Вот, я говорю, почитайте в таком контексте. Пятнадцатая глава – это собор, этот апостольский так называемый. И вот прочтите потом, что Павел об этом соборе думает. Это их послание к евреям, к двенадцати коленам израильским в рассеянии, послание Якова. Потом прочитайте Павла к римлянам, за ним послание Петра. Очень будет похоже так. Попоймете, душок. И закончите галатом, выводом, так скажем, всего этого бреда сатанинского. И все, освободитесь от этого. И начните читать с послания Коринфянам. Поймете, что вот эти все, так называемые, конфессии, учения человеческие, к чему они ведут, нельзя разделяться. У нас один фундамент – Христос. Вот и все. И живи в любви по Христу. Судить человек может только по плодам дел любви. Любит он ближних или нет. А это все судит по плоти. А мыл он руки перед едой религиозной. Христос ни руки не помыл. Я сейчас сомневаюсь, что он чушкой был. Сущийся над всем Богом. Там имеется в виду религиозное омовение фарисейское. Христос не сделал перед едой. Потому что ему это не нужно было. Он никакого закона не соблюдал. Мы это видим прекрасно даже в Евангелии. Почему его сам фарисей укорил. Что он не умытыми руками мыл. Не омытыми. По ихнему там преданию старцев. Вот так вот. Ну все, не буду затягивать. Вроде в полчаса, как всегда, будут эти ролики. Я надеюсь, у вас это уложилось в голове. Так что, а так, по ссылочке переходите. Я еще буду добавлять, наверное. Ну, в принципе, это ссылка на сайт. Вы там увидите описание. Раздел вверху. Вот там. Там прямо по нему он расплывается. Раскрывается меню. Ну, по нему скликнуть. Еще появляется у меня такая страничка. Там я как бы показываю свою вот эту последовательность. Как я считаю, что действительно неплохо бы духовным вот так в таком ключе почитать в такой последовательности. Но и вот с определенным осознанием того, чего ты ищешь, в чем хочешь разобраться в таких вот вещах. Я говорю, первые четыре главы послания Коринфянам прям экуменизм. Вот хотите поднять экуменизм, вот и поймете его. Павел за единство был. Причем единство на основании верном, Христе, и все. А уж кто, понятно, отваливается во все это. Человек от Христа отвалился, так он и сам от христианства вообще отвалился. Да не может быть, да, экуменистам с исламистам соединиться никаким образом. У вас разные бога. Ну, а внутри христианства не может быть никакого. Это все предания человеческие. Сатана разделяет, делает это истиной. И вот я вам помню, всегда ту вилку, кто знает мои ролики, смотрел. Это древо этого горя, добра, познания, добра и зла. Никакого древа познания не существует, добра. Есть одно древо всего. Это древо жизни, Иисус Христос. Он и источник знаний. А это лишь образ, символ как раз того, что просто зло ты никогда не вкусишь в чистом виде. Ты его под личиной всегда добра вкушаешь. Поэтому древо это образно сказано. Для просвещенных книги бытия так написано. А мы с вами все, кто Дух Святого стяжавший, все просвещены и напоены одним Духом. Ну, все. Всех, всех, всем желаю радоваться. Бог живой. Христос посреди нас сейчас есть, был и будет. Всегда с нами. Прямо сейчас. И прямо между нами. И этот Бог – любовь. Так что, всех нежно, целую, крепко обнимаю. Все мои адреса каналов наверху, контакты для связи внизу. Я всегда рад буду поддержать и морально, и материально. Чем Бог благословит. Душу отдам. Ну, и все мои полезные ссылочки справа. Так что, кому понравилось, ставьте палец большой вверх. Кому не понравилось, все равно ставь палец вверх. Делитесь роликом. Ну, и всех храни Христос. Пока-пока. До встречи в новом ролике.